Найти эту связь между падением, в котором ты находишься в отрыве, и наслаждением Творцу. Вот я хочу сейчас отдавать Творцу всё больше и больше. Как эту связь уловить? Если я нахожусь на подъёме или нахожусь в падении, воздействует ли это на меня? На моё намерение доставить максимальное наслаждение группе и Творцу. Я должен рассматривать себя, что подъёмы и падения не воздействуют на меня, на это стремление, на моё намерение. И тогда я нахожусь просто в той же силе, в том же стремлении, в том же желании относительно группы и Творца. И в подъёмах, и в падениях. А подъёмы и падения – это у меня, в моём ощущении. И намерение доставить наслаждение группе или Творцу – это не во внутреннем ощущении, а в намерении. То есть подъёмы и падения я ощущаю внутри моего желания. А намерение доставить наслаждение – это как будто в отражённом свете. То есть я максимум должен максимально обращать внимание на это. Это, допустим, так, что если, ну, снова относительно матери, мать, которая занимается ребёнком, она не думает, в каком состоянии она находится. Главное, максимально, насколько возможно, делать лучше ребёнку. Только об этом она думает. И не важно ей, это будет ей комфортнее или нет, она будет чувствовать хуже, лучше. Главный критерий – это насколько она может служить Ему. И поэтому так и мы. И тогда получается, что мы при этом поднимаемся над личным ощущением, это всегда в нашем желании получать, поднимаемся в намерении ради отдачи. И живём внутри намерения. И тогда получается, что мы уже связаны с намерением ради отдачи, потому что живём в нём – это главное. А быть в этом в падении, в подъёме, в разных состояниях – это уже неважно нам. Мы сами можем сказать, мне лучше сейчас быть в падении, или лучше быть в подъёме, или вообще неважно, в каком состоянии. Насколько максимум, который я хочу – это отдача. Радовать Творца – это называется доставлять наслаждение. А состояния мои должны быть в соответствии с этим, чтобы я как можно больше мог отдавать. И эти состояния я уже не проверяю, насколько мне плохо, хорошо. Я совершенно не чувствую в них, хорошо или плохо. Я чувствую в них, насколько я смогу отдавать. Пользовать них. Согласно этому я делаю расчёт. В этом разница делать расчёт в знании, в желании получать, или в сокращении, крайне отражённом свете. Это называется вера в высшизнание.